Кто ж его отремонтирует? Он же памятник. В правительстве региона обсудили вопрос государственной охраны объектов культурного наследия. Их в Ивановской области более полутора тысяч. И сохранение жизнеспособности каждого – задача не из дешевых. В настоящее время на территории региона расположено три исторических поселения федерального значения. Плеский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, а также 1596 объектов культурного наследия, из которых 185 имеет федеральную категорию историко-культурного значения, 309 – региональную, 122 – местную, муниципальную и 980 объектов относятся к выявленным. В 2016 году провели инвентаризацию жилфонда. Объектов культурного наследия в нем 169. В ремонтах, согласно федеральному законодательству, должен проводиться, как на любом памятнике культуры, с разработкой научно-проектной документации, прохождением госэкспертизы и тому подобное. Реставрация в десятки, а то и в сотни раз дороже стандартного капремонта. По мнению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при решении вопроса по проведению ремонта таких домов, целесообразно рассматривать возможность оказания дополнительной государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества, а также возможность установления дифференцированного размера взноса на капитальный ремонт для собственников помещений. Однако на сегодняшний день подобные расходные обязательства приняли на себя лишь Санкт-Петербург, Волгоградская и Тамбовская области. Однако экономить на истории нельзя, считают специалисты. И выбирая компанию, которая будет реставрировать, собственник объекта должен быть уверен в ее профессионализме. По нашему мнению, главным условием определения поставщика услуги на выполнение работ по сохранению, объекта в культурном отследе, должна быть квалификация и опыт проведения аналогичных работ, а не возможности размера уступки стоимости. Претенденты должны соревноваться в первую очередь в профессионализме, а не в экономии. Чтобы привести в порядок все памятники культуры на территории региона, нужно по меньшей мере 8 миллиардов рублей. Посчитали грубо, по 5 миллионов на объект. Осуществить это за счет средств федерального, областного и муниципального бюджета невозможно. Выход один, как в любой другой сфере – инвесторы. Как вариант предоставления памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии в долгосрочную аренду по льготной цене. При условии, что инвестор проведет полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Губернатор попросил глав муниципалитетов проработать данное предложение применительно к объектам, находящимся на их территории. Да и вообще взглянуть на них повнимательнее. Закон запрещает сегодня размещать рекламные конструкции на зданиях, которые являются объектами культурного наследия. И вот в этом плане у нас практически во всех муниципалитетах есть над чем поработать. И в городе Иванове, получше здесь ситуация в кинишме. Они работу провели. Я просил бы вас незамыленным свежим взглядом в своих муниципалитетах на эти вещи посмотреть и соответствующие меры принять. А в планах губернатора встреча с министром культуры Владимиром Мединским. Далеко не все вопросы можно решить, так сказать, на местах. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.